всем привет всем привет у нас сегодня заключительная часть скорее всего заключительная часть по гайду по стрейфу непосредственно теоретического дифрага здесь мы вам расскажем некоторые маленькие особенности и более такие профессиональные тонкости которые заключаются в стрейфинге ну естественно по прямой то что касается поворотов там чтобы нечего рассказывать начнем с того что в прошлом видео мы рассказали как пользоваться снабзонами непосредственно до скорости там 1300 где-то юнитов приблизительно сейчас же мы расскажем вам как набирать скорость уже по прямой более 1300 юнитов я думаю стоит сначала показать волстрейф показать уменьшение с нам худа да давай то есть если вы допустим вы стрейфите и не оттягиваете худ кнопкой вперед то будет происходить вот допустим вы стрейфите в обе стороны также как ну то же самое здесь ничего не происходит кроме набора скорости максимум что вы наберете этот вот тысяча шестьсот двадцать там тысяча шестьсот вы зачастую это даже тысяча пятьсот это тут еще так аккуратно можно ювелирно все сделать грубо говоря по сути дела то что с увеличением вашей скорости вашей модельки snap код он не меняется меняется от загас зеленая полосочка и при пересечении такой волшебной скорости ну полстрейф от 1600 по стрейфу по прямой естественно тут это гораздо скорость ниже она где-то ты между 1250-1300 это уже надо переходить будет вы просто будете не попадать в свои зоны для этого используется определенный трюк который позволяет вам перемещать ваш газку он перемещается в зону снапа которую вы используете при обычном стрейфе по прямой вот так как показывает будет то бишь определенным движением мыши и задержкой между переключением кнопок а и д вы оттягиваете ваш цегас зону которая позволяет вам стрейфить собственно просто прямой то есть то как вы делали это раньше и вот эти две зоны маленькие которые слева и справа от большой длины технологии заключается в том что вы принципе стрейфите как и стрейфили только начинаете делать задержку трюк просто прямой самому началу тысячи триста лет начнем вы просто жмете те же самые кнопки что и жале раньше просто теперь здесь добавляется добавляется что является кнопочка вперед да точнее добавляется задержка между кнопочкой а и кнопочкой д и постепенно с увеличением вашей скорости эту задержку нужно увеличивать потому что вот допустим как часу видите насколько стал маленьким цегас скорость там 2000 юнитов приходится задержку делать гораздо больше то есть этот такой вот маленький секретик для тех кто не может набрать скорость чисто по прямой конкретно этой карты здесь вот можно вообще уходить влево вправо поэтому вуди зажимает очень сильно кнопку w его сносит естественно но при этом цегас перемещается его в зону которая позволяет стрейфить по прямой то есть и вот таким вот вилянием вы можете набирать до бесконечности просто скорости ну было бы это прямая вообще совсем прямая бесконечная прямая здесь можно было бы скорость реально набрать колоссальную там вот 10 тысяч юнитов хоть сколько там ограничения по сути дела никто не находил еще фишку провал стрейф я думаю не стоит особо показывать можете сами поиграться будет прильнуть там к стене посмотреть на сколько вы можете развить с помощью вал стрейфа то есть вообще можно да не напрягаясь посмотреть даже что как это вообще происходит как набор скорости делается кому как это как она есть вообще то есть если вы тут стрейфите в по сторонам может можете что-то упускать благодаря волстрейфу можете как детально взглянуть на красную полоску который какой скорость при какой скорости какого размера цигаз и сможете ли вы в него попасть на этой скорости то есть в эту тёмно-зелёную вот примерно 1250 это уже хрен попадешь по сути дела тормозить до 1000 до 1200 вот и да и вот вы примерно в 1250 у вас остается вот такой вот промежуток вот вот это вот промежуток в котором вам надо попасть и представляете вы двигаете мышь слева направо и вам нужно попадать вот точечно вот вот в такие вот маленькие промежутки поэтому я и говорю что нужно именно 1300 где-то брать вот те кто не может попадать надо брать еще раньше 1250 юнитов и начинать уже вот эту маленькую задержку между кнопками а и d устраивать в принципе по сути дела ваше движение мыши и остальное ничего не меняется просто увеличивается задержка между нажатием кнопки а и кнопки да то есть появляется грубо говоря пустое место которое вы заполняете кнопкой вперед так по сути еще такой очень важный момент то что на стрейф влияет скорость нажатия кнопки на прыжок если вы будете очень долго продолжительность продолжительность нажатия на кнопки прыжок если вы будете очень долго зажимать кнопку прыжок то вы можете видеть даже по непосредственно акселю то вижу красной полосочки что набор скорость идет гораздо медленнее также на это влияет скорость перемещения мыши с левой зоны на правую зону оптимально это 10 фреймов то есть вы должны очень быстро и четко попадать правильную зону то есть если вы ведете мышь очень долго все все то время которое вы ведете мышь вы скорость не набираете вы должны это понимать все то время которое вы жмете прыжок вы скорость набираете меньше чем могли бы набрать то есть это надо учитывать поэтому даже 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 тайма вот если брать одинаково скилла людей допустим и один человек допустим знает вот про джамп про эту фишку а другой человек не знает он зажимает джамп как хочет у него там даже при одинаковом скилле будет меньше чем у человека который про эту фишку знает потому что это реально в общей сложности это очень ощутимо по скорости по времени прохождения по по сути дела вы должны для себя я даже не знаю как сказать выдрочить вот это вот понятие что теперь понимаете почему нужно и прыгать в один и тот же момент когда вы переводите мышь слева направо когда мы объясняли вот самого начального видео когда начинался только стрейф то что надо делать одновременно потому что вы если это будете делать поочередно переводить мышь где-то в воздухе и нажимать прыжок то есть вы удваиваете вот это то самое время она у вас получается складывается время которое вы не набираете скорость правде дело нужно для себя просто это усвоить на дело все быстро без запиночек сразу естественно к этому не придете поэтому все равно тихонечко потихоньку вначале для себя поймите потом это придет главное об этом помнить все но если сейчас начнете сразу быстро стараться ты куда-то торопиться начнете у вас ничего не получится поэтому лучше потихонечку главное держите это в уме что кнопку jump нужно нажимать непосредственно только во время прыжка все остальное время она вам грубо говоря мешает до для этого еще рекомендуется использовать кнопку правую кнопку мыши потому что если вы прыгать допустим на пробел то скорость нажатия кнопки на на пробел и на мыши изначально уже отличается то есть на пробел вы жмете дольше чем на на правую кнопку мыши то есть еще здесь вот этот важный момент по сути все ну по сути да в общем то стоит пожелать наверное всем удачи в начинании в понимании стрейфа в освоении стрейфа и увидимся на серверах да пишите свои вопросы в комментариях